Предприниматель из Нижневартовска разработал уникальный цифровой пресс, не имеющий аналогов в мире. Это своего рода принтер, который наносит фольгу на различную продукцию. Разработка Александра Виршки способна печатать практически на любой поверхности. Святослав Балконский побывал в цеху изобретателя. Фольга – один из самых популярных материалов полиграфии. Думаю, многие не раз видели из нее украшения или надписи на открытках или удостоверениях. Но далеко не все знают, как фольгу наносят на продукцию. Этот аппарат называется цифровой пресс. С помощью НИВУ и происходит печать. Сегодня Александр Виршки заканчивает сборку восьмого экземпляра в серии под названием «Сити Фойл». Он чем-то похож на фольгератор, который тоже наносит фольгу на продукцию. Однако новый аппарат работает по другому принципу и имеет ряд значительных преимуществ. Основное отличие как раз было в том, что теперь можно как раз использовать обычную фольгу или горячее оттеснение, практически любую, за очень редкими исключениями. И можно печатать по неровным материалам. То есть теперь можно печатать по фактуре, можно печатать даже по таким материалам, по которым традиционные теснения вообще печатать не позволяют. Например, у нас получалось печатать на стекле, на металле, на дереве, на ручках. Цифровой пресс позволяет сократить расходы на печать в два раза. Особенно результат заметен на небольших партиях. Сегодня новую модель используют не только российские предприятия. Несколько аппаратов успели поставить в Польшу, Молдавию и США. Точно место попасть, например, на переплетной крышке, то мы видим, куда оно попадет. Можем подвигать, задвигаем, кнопки нажали, прижало и пришел перенос. Всю электронику изобретатель с командой собирает сама. Подбирать комплектующие к новой разработке старались в основном отечественного производства. Но некоторые детали в России сейчас просто не выпускают. Печатные головки, которые мы используем в своих принтерах, мы заказываем в Японии. Они их делают нам на заказ. И сейчас Япония ввела им полное эмбарго на поставку чего бы то ни было в Россию. И получить готовый заказ мы не можем. Предприниматель планирует запустить собственный проект для создания печатных головок. Сегодня изобретатель ищет подрядчиков для производства и надеется на государственную поддержку. Святослав Балконский, Андрей Бучинский, Вести Егория, Нижневартовск.